Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в нашем литературном группе «Живая классика». У нас сегодня в гостях врач-психотерапевт, автор книг, президент Высшей школы методологии, создатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия смысла», руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Пауз Бирбан Андрей Владимирович Курпатов. И мы приветствуем вас, Андрей Владимирович. Для нас большая честь и радость, что вы согласились сегодня с нами поучаствовать в эфире. Дорогие друзья, у нас сегодня непростой эфир, необычный, потому что мы впервые выходим из дворца Суксу, который находится в Артеке. У нас здесь с нами ученики курса блогинга. Мы находимся на международном конкурсе чтецов. Дети готовятся к конкурсу, проходят отборочные туры, волнуются. Но, тем не менее, у нас здесь царит атмосфера творчества. И сегодня, дорогие зрители, наши ученики станут участниками эфира. И также подключайтесь и вы, пишите ваши вопросы в чат. Я буду зачитывать ваши вопросы Андрею Владимировичу. И у нас сегодня будет очень интерактивный эфир. И, Андрей Владимирович, первый вопрос. Поскольку у нас здесь такая творческая атмосфера царит, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то рецепт, как можно перейти в состояние творчества и вдохновения? Ну, я, наверное, всех должен поприветствовать сначала. И в детстве мечтал побывать в Артыке, ещё в советские годы, но не заслужил такой ответственной поездки. Поэтому всех поздравляю с возможностью побывать в этом поистине легендарном месте. Если говорить про творчество, то здесь всегда нужно понимать, какую задачу вы перед собой ставите. Потому что творчество такое абстрактное, просто что-нибудь сделать креативное, на мой взгляд, не вполне продуктивное занятие. Когда вы что-то делаете, перед вами есть потенциальный ваш зритель, читатель, и вы должны хорошо его понимать и хотите ему что-то донести. Если у вас это внутреннее желание появляется, то вы, безусловно, будете чувствовать и ответственность, и вдохновение. Потому что произвести впечатление на аудиторию, вызвать интерес, создать у ваших читателей или зрителей ощущение, что они столкнулись с чем-то важным, чем-то настоящим и так далее. Вот этот внутренний посыл должен у вас быть. И тогда то, что вы делаете, будет действительно и оригинально, и интересно, и получит отклик у аудитории. Вообще возможно ли всё время и постоянно находиться в состоянии вдохновения, или это энергозатратно для мозга? Ну, лучше пусть мозг занимается вдохновением, чем чем-то другим. К сожалению, мы как раз большую часть жизни мало думаем и творим. Большую часть жизни мы жуем какую-то умственную жвачку, думаем про какие-то проблемы, решаем всеиминутные проблемы. И как раз вот задача творческого человека, она как бы выпрыгнуть из этой рутины, из этой обыденности. В значительной части, ну, вот то, что мы называем вдохновением, это же не какой-то спустившийся с небес на нас поток света и знаний. Нет, это результат настройки своего мозга на решение задачи, которая для вас является творческой задачей. Ну, я не знаю, пишете вы рассказ или создаёте вы сценарий. Вы же его создаёте из-за большого количества разных элементов. Где-то ваш опыт, где-то ваши знания, где-то дополнительная информация, которую вы собрали. И когда вы загружаете в свой мозг достаточное количество знаний, фактов, поддерживаете это вот в таком внутреннем движении вашей мысли, то в какой-то момент вы действительно начинаете ощущать, как говорят психологи, себя в потоке. То есть у вас так называемая дефолт-система мозга сваривает вот эти факты, эту информацию, этот опыт, какие-то образы, которые вы уже как бы изнутри самих себя начинаете видеть и можете переложить на бумагу или как-то высказать. Поэтому задача на самом деле в том, чтобы научиться погружать себя в состояние вот этой озадаченности, погружённости. Тут не было сказано, я на протяжении семи лет руководил самой крупной в России компанией по производству аудиовизуального контента, телевизионных программ, как проще говоря. и через мои руки, что называется, прошло огромное количество креативных, творческих людей, которые делали самые яркие проекты, которые вы видели по телевидению. И самое важное – это вот, как бы сказать, вгрузиться в тему, почувствовать себя внутри контекста того произведения или той работы, которую творческой вы делаете. и это требует очень большого такого усилия, потому что мозг, он же ленивый, он всё время хочет куда-нибудь отвлечься, какой-нибудь ерундой позаниматься, потыкать в телефон, что-нибудь там, посмотреть смешные видосики и так далее. Он у нас, как бы сказать, такой, отпусти его чуть-чуть, и всё ваше вдохновение улетучится. Поэтому вот эта внутренняя сосредоточенность, и поэтому я и начал с того, что очень важно иметь как бы цель, понимать, что вы делаете, зачем вы делаете, почему вам важно, чтобы это получилось действительно круто и хорошо. И вот в это состояние погружённости, вовлечённости огромное количество материала приходится перерабатывать. Но вот у каждого, конечно, писателя свой механизм работы над произведением. Я работаю с факт-картами, так называемая технология. Например, Мережковский, автор блистательных романов про российскую историю, в частности, он писал, например, по карточкам, то есть он создавал огромные картотеки исторических фактов, вгружался, погружался в это, и после этого испытывал то, что называется вдохновением. То есть вы себя сначала загружаете соответствующей информацией, удерживаете её, чувствуете вот эту озадаченность, а потом уже ваш мозг начинает сам работать на вас, выливаясь из вас текстом, образами, картинками и так далее. Спасибо большое. У нас есть первый вопрос из нашего чата, потому что онлайн-зрители нам тоже сейчас пишут, а потом перейдём к вопросам от наших учеников. Андрей Владимирович, подскажите, есть ли рабочие инструменты по развитию способностей к креативному мышлению? Я, кроме всего прочего, поскольку работаю и являюсь президентом высшей школы методологии, а Академия смысла – это как раз школа, в которой мы обучаемся разным технологиям мышления. Правда состоит в том, что разных мышлений, а я думаю, что классификацию вы слышали всякую разную, что бывает там, критическое мышление, системное мышление, творческое мышление, или креативное, и так далее. Но на самом деле в мозге у нас нет отдельных областей, которые бы отвечали за какое-то конкретное мышление. Творчество – это созидание, это когда вы что-то создаёте. Всякий акт создания, когда вы привносите туда свою индивидуальность и своё видение, является креативным. Поэтому сказать, что в мозге есть какая-то специальная кнопка, на которую вы нажмёте и пойдёт креатив, нет. Мы на самом деле имеем дело с огромным количеством фактов, культуры, общественной всякой жизни, собственного опыта и так далее. И очень мало, что мы создаём действительно по-настоящему новое и необычное. Когда к вам в голову приходит какая-то замечательная мысль, сразу надо бежать в библиотеку, сейчас достаточно для этого просто открыть интернет и обнаружить, что эта мысль уже была кем-то в своё время сформулирована. Мы живём в пространстве насыщенным информацией, знаниями, пониманиями и так далее. И поэтому сделать что-то по-настоящему новое, оригинальное – это на самом деле большой труд понимания того, что уже до вас было сделано. Потому что если вы всё начинаете историю писать с чистого листа, любое произведение начинать с чистого листа. Ну, в молодости я тоже так полагал, что когда к тебе приходит какая-то мысль или какой-то творческий образ, то замечательно, в общем, надо тут же его воплощать в жизнь. Но чем больше вы узнаёте о том, что культура уже создала к этому моменту, тем вы действительно сможете быть креативными, а не повторять те шаблоны, которые невидимы присутствуют в пространстве информационном, в котором вы находитесь. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Дорогие друзья, давайте переходить к вашим вопросам. Кто готов задать свой вопрос? Давайте сменее, тогда пойдём по кругу мы вчера обсуждали с девчонки. Давайте. Давайте. Мне встать? А тебя вот видно в камеру. Хорошо. Лучше не встать. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как начать разговор с лицемерными людьми или с неприятными Личностями и в тот же момент не показывать свою неприязнь? У вас вокруг такое драматичное общество. Ну, на самом деле... Бывают такие люди неприятные. Что ж поделать? Ну, нам надо учиться, на самом деле, не вешать на людей ярлыки. Мы сами можем испытывать, например, какую-нибудь тревогу или какую-то неловкость в новой компании и можем казаться высокомерными другим людям, хотя мы не высокомерные. кто-то боится ну, как-то более прямо выражать свои мысли и поэтому может казаться лицемерным. Но если мы на всех просто навешиваем ярлыки, этот плохой, потому что он лицемерный, этот плохой, потому что он слишком много о себе возомнил и так далее, вы теряете возможность узнавать очень многое. люди разные. И надо исходить из того, что, да, бывают плохие люди, конечно, но это небольшой очень процент. Основная масса людей или не умеют общаться, или чувствуют себя зажатыми, или чувствуют какую-то свою уязвимость. И наша задача как раз создать просто атмосферу, в котором этим людям комфортно и спокойно. И я уверен, что если вы проявляете доброжелательность, то даже человек, с которым у вас сначала не складывались отношения, станет вам близким, знакомым и, может быть, даже хорошим другом. Вот я сам военный врач по профессии и в вашем возрасте находился в Нахимском училище, потом учил в своей медицинской академии. Это всегда, когда ты находишься с людьми, которых ты не выбираешь. Этих людей тебе просто выдают по разнарядке. Ты с ними в одном взводе находишься. И со многими изначально были сложные отношения, но постепенно, по мере того, как мы друг друга узнавали, как мы становились ближе, нас сближали общие трудности, общие испытания, которые мы переживали, возникали дружеские связи со всеми, понимаете. Поэтому не вешайте ярлыки, не торопитесь. После того, как вы кого-то назвали лицемером, вы не можете быть доброжелательным с ними, вы не можете не быть лицемером, понимаете. Как там Христос учил, да, сначала обнаружь бревно в своем глазу, потом, значит, занимайся изъятием сучка из глаза ближнего своего. Мы должны понимать, что мы сами создаем часто такую атмосферу, что люди к нам недостаточно расположены. И это вопрос внутреннего роста, саморазвития, потому что развитая личность, красивая личность, это добрый и открытый человек. И нужно начинать с себя всегда. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Тем не менее, в поддержку этой же темы нас спрашивают, тогда не будем называть людей неприятными, но вопрос звучит так. А вот как сохранить спокойствие при общении с неприятными людьми? Может быть, со сложными людьми? Как сохранять спокойствие в общении? У меня вопрос, зачем вы общаетесь? Но если это такой неприятный нехороший человек, зачем вы с ним общаетесь? Если это ваш близкий, то есть это кто-то из ваших родственников и так далее, здесь очень важно понять другого человека, понять почему он так реагирует, что для него важно, из-за чего он переживает. Как только вы это поймете, вы сразу нелаете хороший контакт. Да, разные люди по-разному воспринимают какие-то вещи, мы должны учиться быть в этом смысле принимающими, толерантными. Да, по-разному могут какие-то вещи воспринимать, но так человек воспринимает. Разберитесь, почему, узнайте. Это на самом деле сделает вас больше, сделает вас интереснее. А если это просто неприятные человеки, которым вас ничто не связывает, я не понимаю, а зачем с ним общаться? Какая цель? Странный вопрос, почему я должен общаться с неприятными людьми? Не общайтесь. По работе бывает, например, если... По работе вы должны в этом случае ставить перед собой задачу избавиться от всех социальных игр, которые возникают и на которые вас возможно провоцируют другие люди, а все время думать о деле, которое вы делаете. Когда вы заняты решением производственной задачи, какие-то люди могут как-то там... Может быть, не очень вам нравится, как они себя ведут. Им не нравится, как вы себя ведете. Если вы думаете, что вы... Вы что думаете, что вас все любят, ценят и готовы в ноги кланиться? Нет, конечно. Вы тоже для кого-то неприятные люди. Но работа это место, где мы объединены делом. И очень важно, чтобы работа, которую мы делаем, мы ощущали в ней смысл и ценность. Потому что если наша работа приносит в конечном итоге благо другим людям, то вы концентрируетесь просто на этом. И весь негатив, который возникает в коммуникации, он постепенно уходит. Но просто идти на таран и говорить, вот мне не нравится этот человек, я не буду с ним работать, это немножко инфантильное поведение. Иногда, знаете, все суперталантливые люди, выдающиеся, там, философы, ученые, писатели, обладали чудовищными характерами. вот у вас там как-то все это связано с книжками, ваше сейчас посещение Артека, но люди, Пушкин был очень тяжелый товарищ в общении, Гоголь был очень тяжелый товарищ в общении, Достоевский был просто ужасный, Толстой просто был чудовищный, Чехов был просто ужас какой, там, и так далее. И на самом деле есть объяснение почему. Они действительно были невероятными по силе личностями, у которых внутри бурлили такие страсти и такие чувства, и такая сложная мысль, что им было просто тяжело в этом мире. Как к ним подходили с какой-нибудь глупостью, но так они и реагировали соответствующим образом. Чехов язвил, понимаете, Достоевский закрывался, Толстой так сказать, чуть не с дубиной мог, так сказать, выступить и прочее. Поэтому, ну, да, мы все сложные, мы все непростые, у нас у каждого есть недостатки и прочее, но если мы это как-то говорим, вот неприятный человек, ну, неприятный, это же ваше восприятие. Он что, сам для себя неприятный? Нет, для себя он приятный, но вы воспринимаете как неприятный? Так может быть, это ошибка восприятия? Андрей Владимирович, спасибо. Еще вопрос из вашего как раз сообщества, потому что мы подключены тоже в вашем сообществе идет трансляция ВКонтакте, и вот подписчики спрашивают, творческим рождаются или становятся? Итак, если мы рождаемся, все мы, каждый человек рождается с мозгом кроманьонца, вот, если вы немножко изучаете эволюцию, то хорошо должны себе представлять, что человек, его мозг практически не эволюционировал, ну, не могли бы существенные изменения в нашем мозге произойти за там 100 тысяч лет человеческой истории, там даже за 200 тысяч лет, эволюция, она идет более такими мощными шагами, вот, поэтому мы приходим в этот мир с очень мозгом таким пластичным, но при этом, как бы сказать, ну, изначально детский мозг вообще много нейронов и никаких связей, и дальше по мере взросления у нас часть нейронов погибает, примерно половина нейронов вашего мозга умерла, к моменту вашего 20-летия вы еще не дошли, так что у вас еще есть чему умирать, вот, но зато нервные клетки связываются друг с другом и образуют нейронные сети, потому что сами по себе нейроны не так важны, да, у кого-то есть генетическая предрасположенность к тому, чтобы формировать определенного типа сети, да, но вы сами знаете, что среди ваших там друзей и знакомых есть люди, например, молодые с талантами в математике, вот, они прекрасно решают задачи, они смотрят на формулы и сразу понимают, что эти формулы значат и так далее, вот, у них просто соответствующие нейронные сети, больше связанные с предфронтальными корой, центральной исполнительской сетью, они развиваются, у кого-то больше другие могут быть сети развиты, но от природы как бы есть задатки к тому, чтобы ее формировать, но дальше очень многое зависит от усидчивости, от того, как вы эту сеть тренируете соответствующие нейроны, но есть знаменитое исследование, которое провел профессор Эриксон в Берлинском университете, они исследовали выпускников скрипачей, которые закончили Берлинскую Академию Музыки, и когда они сдавали экзамены эти скрипачи, их всех разделили на три группы, на блистательных скрипачей, которые могут быть солистами симфонических оркестров, на талантливых скрипачей, которые могут струнную группу в IT оркестры, и на условно-посредственных скрипачей. И единственное, что отличало принципиально эти три группы, это время, которое было потрачено этими скрипачами на обучение игре на скрипке. Суперталантливые и яркие потратили к этому моменту 10 тысяч часов на занятия по скрипке. Средний уровень они потратили порядка 6 тысяч часов на освоение этой профессии. Ну и соответственно остальные потратили меньше. И сколько бы вы ни были одарены, вы в любом случае должны будете натренировать свой мозг, чтобы он, во-первых, сохранил нужные вам нейроны, во-вторых, связал их в те нейронные сети, которые обуславливают потом наше поведение. Потому что любое ваше поведение, понимаете, от моргания глаза до самой творческой работы, это просто работа нейронов, связанных друг с другом. И когда вы формируете привычку, вы просто учите нейроны определенные, чтобы они у вас друг с другом соединились. И чем больше каких-то навыков у вас формируются, тем больше у вас есть автоматических таких нейронных сетей, автоматизмов уже, которые вы можете потом интегрировать в рамках своей творческой деятельности, соединяя один с другим. Поэтому, да, у нас есть определенные отрождения таланты, но без развития, без практики, без дисциплины ничего из этого не будет достаточно ценным. спасибо большое. Дорогие друзья, у нас еще сегодня были вопросы о книгах, например. Давайте зададим свои вопросы. Нужно им давать. Какую из своих работ вы можете посоветовать нам, подросткам, чтобы лучше понимать людей? У меня просто больше 60 книг, поэтому, когда вы задаете мне этот вопрос, моя картотека обрушается, что конкретно порекомендовать. Но у меня есть книги, которые посвящены такой практической психологии, и из них самая такая востребованная это «Счастлив по собственному желанию», в которой описывается все, как справляться со стрессом, как понимать самого себя, как строить отношения с другими людьми и так далее. Ну и есть книги, которые я написал уже во втором цикле своей, у меня есть просто монографии, научные работы, это отдельно, но если говорить про популярные книги, то я писал сначала по практической психологии, а потом писал о том, как работает наше мышление, как работает наш мозг. Эта книга начинается, начинается эта серия с книги «Красная таблетка». Она описывает основные исследования, которые были проведены для того, чтобы понять природу человека, потому что мы о себе имеем очень некорректное интуитивное представление. Мы про себя думаем определенным образом, оказывается, что наука показала, что наше представление о себе мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Часто люди говорят, я хочу саморазвиваться, совершенствоваться и так далее. Прежде чем развивать себя, совершенствоваться, нужно понимать, что мы из себя представляем. Поэтому эта книга называется «Красная таблетка». Дорогие друзья, ещё Ваши вопросы. Расскажите, пожалуйста, историю создания своей первой книги. Первую книгу называлась «Философия психологии». Я написал в 21 год, к 21 году. Это научная монография, которая стала результатом моей научной деятельности, которую я проводил со своими учителями на кафедре психиатрии во медицинской академии. Она была посвящена методологии и развитию личности, о том, как мы конструируем знания и о том, как наша личность меняется под воздействием различных стрессовых факторов и как мы можем стать лучше, мы есть, если мы не развиваемся внутри самих себя. Поэтому это было исследование. Вторую книгу я написал, когда мне было 23 года. Я в этот момент был парализован, не мог ходить в библиотеки, не мог проводить исследования. два года находился в таком обезвиженном состоянии. Единственное, что я мог писать книгу из головы. Собственно говоря, книгу «Счастлив по собственному желанию» я написал как руководство для своих пациентов, которых я в этот момент не мог лечить, потому что сам находился на больничной койке. Она до сих пор, ее издан уже миллион, больше миллиона экземпляров этой книги, она переведена на многие языки. ее написал просто потому, что меня попросили пациента, потому что я оказался сам госпитализирован со своим пролечем. В общем, истории не животрепещие, просто работа. Я же не художественные, я не пишу романов или пьес я пишу или монографии, или популярные книги, которые рассказывают на простом языке, без специальной терминологии о том, как работает мозг, как работает наша психика и как управлять своим состоянием. Спасибо большое, дорогие друзья. Здравствуйте, расскажите о лучшем совете, который принес вам хорошие результаты. чтобы мне дали какой-то совет, он мне помог? Да. Понимаете, мне кажется, что обучение настоящее, оно происходит не когда вам что-то советуют, а когда вы наблюдаете. И самое важное в жизни это найти как можно больше людей, которые умеют делать что-то удивительное и устроиться к ним, условно говоря, в подмастерье. То есть, когда они что-то делают, наблюдать за тем, как они это делают, пытаться понять, почему они делают именно так и не иначе. На самом деле, вот это обучение через... Сначала ты просто как глупый мартышка повторяешь что-то, что делает человек, который в соответствующей области талантлив, одарённый или имеет просто больше значительно, чем ты, знаний и навыков. По мере того, как ты что-то делаешь, повторяешь, помогаешь, у тебя появляются внутренние понимания. Потому что самое главное это сформировать внутреннее понимание той деятельности, которой вы заняты. Не со стороны, вот как это вообще со стороны выглядит, а исходя из того, что вы знаете, как добиться результата, и вы понимаете, почему вы именно к этому результату приходите соответствующую деятельность выполняете. Поэтому я не могу сказать, что были какие-то, мне кто-то советовал. Честно говоря, это сейчас все такие, как бы сказать, к детям относятся и к подросткам как уже сразу к самостоятельным личностям и так далее. Я воспитывался в обществе, где ещё ребёнок, это было такое отношение вырастешь, поговорим. И никто так вот, как бы сказать, чтобы нас взяли и начали чему-то там уму-разуму учить, только что-то сделаешь не так, тебя сначала выпарят, потом расскажут, как правильно. Причём в весьма драматическом, так сказать, исполнении. Поэтому учиться нужно, подглядывая за талантливыми, яркими людьми. Вот простой пример, я в Артек не попал, но у нас под Ленинградом тогда был пионерский лагерь, назывался Зеркалье. Он такой тоже был лагерь пионерского комсомольского актива, и тоже туда попасть было, можно только если ты чего-то там достигал, какие-то демонстрировал успехи. И вот я должен сказать, что вожатые, например, с которыми мы там вместе в сменах, в которых мы были, это были для нас примеры, они что-то умели, что-то знали, мы это все перенимали. Когда я работал, учился в Американской Академии, я работал, соответственно, с адъюнктами и кандидатами наук, которые работали на кафедре, я им помогал в их каких-то задачах. Не то, что мне интересно, а то, что им нужно. в процессе подглядывал, узнавал, получал доступ к каким-то знаниям, которым не имели другие курсанты, студенты. Поэтому мне кажется, что здесь самое главное просто находить наставников и быть благодарными за то, что они с вами делятся каким-то своим опытом и знаниями. Спасибо большое. У тебя был тоже вопрос? Андрей Владимирович, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, что вы хотите стать психотерапевтом? У меня сложно, у меня не было альтернативы. Я когда был, я родился в медицинской семье, у меня все бабушки, дедушки, дяди, тети, все были врачами. И я все время посчитал, что это, в общем-то, та профессия, которой нужно заниматься. где-то с четырех лет я был уверен, что я буду врачом. В шесть лет меня спросили, каким именно. Я спросил, как дедушка. Мне сказали, дедушка генерал, поэтому рот не разевай. Я спросил, с чего можно выбрать. Ну, мне сказали, вот, один папа уролог, дядя уролог, другой дядя невропатолог, бабушка физиотерапевт, тетя патологоанатом, и так далее. Стали всех перечислять, и я спросил, папа кто? Сказали, папа психиатр. Я сказал, ну, буду как папа. В целом, для меня ни одно из этих слов тогда ничего не значило, поэтому я интуитивно выбрал профессию отца и не жалею об этом. Спасибо большое. Существует множество непростых вопросов, которые наводят нас на размышления о смысле нашей жизни. И следующие часто задаваемые вопросы мной — это а есть ли вообще этот смысл в жизни? И если есть, то чем он может быть измерен? Вы задаете вопрос очень серьёзный, очень объёмный. С точки зрения нашего биологического существования, конечно, найти какой-то сверхсмысл в нашей жизни сложно, потому что мы являемся просто частью большого эволюционного процесса. И время от времени этот эволюционный процесс производит индивидуальных особей, которые мультиплицируют гены, которые у них есть, а также продолжают это в следующих поколениях. И в этом смысле наша жизнь — это просто один из таких эксцессов эволюции. поэтому у нашего биологического существования какой-то специальной функции нет. Но человек отличается от всех других существ тем, что он может выскорчить за пределы круга обыденности. Любое животное живёт рефлексами, инстинктами в среде, в которой он оказался. адаптируется к этой среде, привыкает к ней, выясняет отношения с сородичами и так далее. И человек — это единственное существо, которое осознало наличие у себя индивидуальной личности, какой-то нашей внутренней самости, нашего этого внутреннего «я». Это произошло в три года. Это знаменитый кризис трёх лет. Когда-нибудь вы будете изучать психологию и узнаете, что у нас есть такой великий психолог Лев Семёнович Выгодский, он, собственно говоря, и описал, перед этим пиаже описывал, французский был исследователь, но Выгодский показал, как мышление в три года у ребёнка, это же очень сложно, ребёнок сначала повторяет просто слова, которые слышит, но его же называют по имени, к нему не обращаются «я». «Я, пойди, убери со стола». Или там «я, хватит орать». Ему говорят там «Ваня, хватит орать», «Маша, пойди, убери» и так далее. Или «одень», или ещё что-то. И это радикальный поворот, который мы переживаем, когда мы в три года вдруг понимаем, что мы должны сообщить своё желание, свою позицию, и мы говорим «я, я не хочу», «я не буду». Я думаю, что Вы все наблюдали такие сцены или со своими младшими братьями и сёстрами, или просто когда дети капризничают и говорят «я не хочу», «я не буду». На самом деле это был момент, когда мы вдруг вырвались из обыденности, мы стали утверждать своё собственное существование. И сначала мы, конечно, делаем это неумело. Мы конфликтуем, мы находимся в таком ожесточении в отношении мира, нам кажется, что нас недостаточно любят, недостаточно ценят и так далее. И в какой-то момент вот эта наша способность ощущать собственное «я», собственную «ты» личность, оно приводит к нас к таким жизненным кризисам, которые мы переживаем. В рамках этих кризисов мы начинаем понимать что-то очень важное про этот мир. Не про биологическую жизнь, не про обстоятельства здесь и сейчас, а про вещи, про которые другие животные не могут думать. Они не могут думать про историю, они не могут думать про культуру, они не могут думать про доброту, они не могут думать про подвиг. Про это они не могут думать, они находятся здесь сейчас. И только мы можем выскочить и думать про будущее, к которому мы идём анализировать собственное прошлое, которого уже нет, которого уже не существует, но которое сделало нас нами. И смысл это… Мне кажется, что смысл есть у каждого поколения, и мне кажется, что смысл вашего поколения сохранить человечность в мире машин, которые нас ждёт. Мы сейчас находимся в радикальной фазе трансформации. Искусственный интеллект прошёл уже все тесты возможные, его осознанность. И мы сейчас окажемся в ситуации бесконечной конкуренции, бесконечного сопротивления. Мы должны будем найти способы взаимодействия с искусственным интеллектом, сохраняя при этом работу и какие-то цели, и социальный интерес к другим людям. Поэтому у вашего поколения есть важная миссия сохранить культуру, которую до вас поколениями делали ваши предки, с тем, чтобы эта культура в новом мире, в мире машин, в мире искусственного контента, в мире, в котором всё меньше и меньше будет общения, реального и какого-то взаимодействия между людьми, чтобы сохранить человечность. Это очень важная миссия. Потому что в противном случае машины просто поглотят нас, они уже значительно умнее нас, но они не могут переживать, они не могут чувствовать, и они не могут поддерживать, они не могут любить. А это то, что мы научились делать. Сохранить это, мне кажется, высшее было бы благо. Спасибо вам большое. Сейчас задам вопрос один из сообществ и вернёмся к нашим вопросам, потому что у нас здесь есть ещё онлайн зрители, мы о вас не забываем, дорогие друзья. И вопрос как раз из сообщества Андрея Владимировича. Какая, на ваш взгляд, книга обязана быть настольной для современного молодого человека, кроме красной таблетки, конечно же? Я не думаю, что есть какая-то общая книга, которая подойдёт каждому. Моё собственное внутреннее становление происходило на чтении философской литературы. Потому что кто такие философы? Это люди, которые пытаются понять ответы на все эти фундаментальные вопросы. о смысле жизни, о счастье, о природе нашего страдания и так далее. К сожалению, у нас философию не преподают должным образом. У нас обычно рассказывают про историю философии. Но для меня главным автором был Платон. И прошло уже, мне уже по 50, в общем, и до сих пор я считаю, что это одна из величайших. Но при этом спорил я и находился в постоянном интеллектуальном взаимодействии с Витгенштейном. Это другой философ. Поэтому мне кажется, что надо просто искать настоящих собеседников в книге. Художественное произведение создаёт яркий образ, драматическую историю. Художественное произведение, оно для нас как бы способ погружения в чужой мир и присваивания этого чужого мира самим себе, благодаря чему мы становимся больше. Нон-фикшн – это литература не художественная, но которая посвящена различным аспектам жизни. Оно делает нас более образованными. Сейчас мы входим во времени, когда образование нужно будет получать в течение всей жизни. Сейчас вы учитесь блогингу, но через пару лет никакого блогинга уже существовать не будет. вас заменит прекрасный искусственный интеллект, который будет значительно более интересным и увлекательным, нежели то, что вы сейчас делаете. Вам придётся переучиваться. Нон-фикшн – это то, что заставит, даёт нам возможность для постоянного обновления собственных знаний и навыков. Ну и вот философия – это, собственно говоря, книги-собеседники. И каждый может найти своего философа. Кто-то будет читать Монтенни, кто-то будет читать Синеку, кто-то Марка Аврелия. Ищите среди философов тех, кто резонирует с вами. Сейчас, возможно, это будет этот автор, потом другой автор, потом третий. Вы кем-то заболеете, от кого-то вылечитесь и так далее. Но эти люди предлагают способы мысли, способы видения чего-то, что выше вашего здесь и сейчас существования. И это представляет собой огромную ценность, мне кажется. Поэтому найдите для себя своего философа, и пусть он будет с вами рядом всегда. Спасибо большое. Андрей Владимирович, мы не только блогингу учимся, ещё и актёрскому мастерству и журналистики, в том числе, и разным другим составляющим наших творческих профессий. А вообще, вот творческие люди, как вы думаете, они в каком ряду риска опасности перед искусственным интеллектом? Насколько это развитие прогресса опасно для людей творческих профессий, именно творческих? В первую очередь. Первые профессии, которые будут вымываться, это творческие профессии. А они не будут заменяться другими, например, какими-нибудь редакторами, нейросетей или ещё какими-то появляющимися новыми профессиями? Нет, не создаст новые рабочие места, но только уже другие. То, что мы сейчас переживаем, это радикальные изменения человечества и технологий. Появление вот этих генеративных моделей, которые вы все знаете по аббревиатуре GPT, они, по сути дела, их появление сравнивают с одновременным появлением колеса, электричества и паровой машины. То есть это всё, что человечество, так сказать, тысячелетия своего культурного существования сделало, всё это в одном этом трёхбуквенном сочетании. И это только начало, количество этих технологий будет расти. Поэтому, да, на первых порах будет очень востребованный редактор. Если вы посмотрите сейчас, что происходит с блоггингом в мировой индустрии креативной, то там практически нет вакансий сейчас на авторов, вакансий сейчас только на редакторов, потому что всё уже может создать искусственный интеллект, редактор просто отсматривает, насколько это соответствует где-то истине, а где-то задачам соответствующего издания. То, что касается визуализации, у неё сейчас есть некоторое ограничение технологическое, потому что скорость создания визуального контента в онлайне сейчас с соответствующими мощностями не обладают технологией, но квантовые компьютеры уже не за горами, как и многие другие. Так что скоро мы получим достаточно такой мощный, инмерсивный опыт и так далее. Поэтому творческий профессий, знаете, искусственный интеллект уже учится на том, что мы ему скармливаем. Как вы думаете, что скармливают искусственному интеллекту, чтобы он учился? Продукты креативной деятельности людей. Язык, литературные произведения, картинки, видео и так далее. И именно на этом учится искусственный интеллект. Но если не опубликованы исследования, которые искусственный интеллект не может охватить, то, что не опубликовано. Соответственно, получается, будет немножечко другая история, нет? Если кто-то что-то не опубликовал, это будет более ценным, потому что интеллект не сможет обработать это в своей базе данных. Он учится не потому, что он выучивает то, что мы сделали. Он анализирует, что мы сделали, и делает лучше. В этом вся драма, так сказать, нынешнего момента. То, что вы что-то не опубликовали, это, во-первых, количество... Чтобы вы понимали просто скорость. Есть такой, так называемый, закон Мура, в котором ускорялось удешевление процессоров и увеличение их мощности. Сейчас закон Мура начинает действовать в области знаний. Каждые 18 месяцев количество знаний, созданных человечеством за всё время, будет удваиваться. То есть за два года условно у вас будет в два раза больше знаний, созданных в значительной степени за счёт искусственного интеллекта. Поэтому... И это такие объёмы знаний, которые ни один человек, ни мозг не способен охватить. Поэтому мы здесь в этом смысле проигрываем, безусловно. Ладно, будем читать философы хорошую литературу. Дорогие друзья... Вы найдёте смысл во взаимодействии друг с другом, а не в попытках соревноваться с искусственным интеллектом, потому что эту битву проиграли уже самые яркие из человеческих личностей на данный момент. Друзья, прошу подключать из задней ряды. Кстати, я хочу сказать, Андрей Владимирович, у нас здесь не всех видно, потому что камера не может охватить всего. Количество у нас есть там дальше ещё и молодые люди, и участницы наши. Тоже подключайтесь, ребят. Давайте задавайте вопрос. Здравствуйте. Говорят, что все болезни от нервов. Что вы об этом думаете? Это неправда. Есть заболевания, которые вызываются микроорганизмами, есть заболевания, которые вызываются вирусами, есть заболевания, которые связаны с обменными процессами и так далее. Есть заболевания, которые связаны с делением клеток, как это все виды онкологии и так далее. Действительно, есть круг психосоматических заболеваний. Это там, где психический фактор является важным с точки зрения причинного фактора, вызывающего болезнь. К ним относятся гастриты, язвные болезни. Если у кого-то есть чуть постарше, вы будете гипертония начинается у многих в связи с психосоматическими факторами. Но это ограниченный круг с заболеваний, которые так и называются, психосоматические заболевания. Спасибо. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я бы хотела задать вам вопрос. Было ли в вашей профессии когда-нибудь такой период, когда вам все хотелось оставить и уйти из нее? И если да, то как вы с этим справились? Спасибо. Надо сказать, что я прожил несколько жизней разных. У меня была жизнь человека, который учился в медицине и работал врачом в обычной психиатрической больнице городской. У меня был период, когда я занимался популяризацией психотерапии, писал книги, выступал. У меня была авторская программа на Первом канале, называлась «Доктор Курпатов», где я занимался популяризацией. Потом я 7 лет руководил большим креативным холдингом, где мы делали телевизионные программы, фильмы, сериалы. После этого я основал в Петербурге интеллектуальный кластер «Игры разума», где у меня, собственно, и находится вышком «Тидология» и «Академия смысла». Поэтому у меня действительно есть… Когда я осваиваю какую-то сферу, я понимаю, что открываются какие-то новые вопросы или задачи, которые я мог бы снова взять, так сказать, и изучить это, пройти через это, добиться результата в этом. Поэтому, ну вот, наверное, такие были. Но я думаю, что вы спрашиваете, наверное, про что-то не получается, и вы чувствуете какое-то разочарование. И это тоже было, потому что, ну вот, сейчас я автор книжки, которую любой издатель с удовольствием будет издавать. Ну, когда-то я первые книги издавал на собственные средства, потому что моё имя было никому неизвестно, и никакой издатель не хотел опубликовать. И было очень обидно, что ты потратил множество сил, знаний, времени, так вроде бы это никому не нужно. Хотя ты знаешь, что это нужно. И сейчас тиражи доказывают, что, видимо, нужно, раз продолжают это читать в моей книге. Но тогда это было, конечно, сильное разочарование, и с этим приходилось бороться. Но здесь помогают стоики, философы такие есть, которые говорят, что никогда нельзя терять присутствие с Духа. Я как военный врач, и как военный, и как врач, точно так же знаю, что никогда нельзя сдаваться. Нужно продолжать идти, и что бы ни происходило, выполнять свою миссию. Вот, поэтому это внутренние силы ваши тренируются в момент, когда вы испытываете разочарование, фрустрацию, когда у вас что-то не получается, когда вы допускаете ошибки, и когда что-то идёт не по плану. Это для вас испытание, которое сделает вас сильнее. Если вы вспомните, все человеческие, которые человечество создало, мифы, легенды и так далее, все герои всегда проходят через испытания. Если нет испытания, то герой никогда не станет героем. Поэтому просто относитесь к этому как к испытанию, через которое вы должны пройти. А если вы хотите пройти, вы точно пройдёте. И это придаст силы и веру в себя. Дорогие друзья, кто ещё поднимал руку? Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я знаю, что вы активно работаете в сфере телевидения. И расскажите, пожалуйста, как грамотно встраивать коммуникации на профессиональном пути для своего перспективного развития? Как вы конкретно хотите развиваться? Ну, в плане в работе, когда взаимодействуешь с людьми, как правильно с ними коммуницировать грамотно? Ну, значит, первое, что нужно научиться, это понимать других людей с точки зрения их мотивов. Что для них важно, что для них ценно. С разными людьми, например, необходимо общаться по-разному, в зависимости от того, как они себе представляют достойное общение. Кто-то, например, готов понебратски общаться с человеком, который имеет меньшее количество компетенций. Кто-то ожидает, что его будут уважать, например, за наличие у него знаний, опыта и так далее. И вы должны научиться понимать, какое ваше поведение соответствует как бы вот этому стандарту значимого для вас человека. Что ему может быть нужно? Чем вы ему можете быть полезны? Потому что в конечном итоге все наши взаимодействия – это обмены пользой. Мы друг другу что-то даем. Значит, никто нам ничего, к сожалению, не обязан давать. Поэтому мы должны исходить из того, чем мы можем быть полезны, как мы можем человеку помочь. Поэтому мне кажется, что важно задавать вопросы, интересоваться тем, что делает человек. Потому что таким образом вы входите на площадку, на которой он понимает, а вы можете что-то новое узнать для себя. Поэтому очень важно учиться задавать вопросы, развивать мысль, не торопиться быстро приходить к решению «все понятно, все ясно, оно скучно» и так далее. Самое главное – научиться преодолевать вот это состояние какое-то, когда становится скучно, когда становится сложно, когда становится непонятно. это всегда вызов. Если вы в этот момент демонстрируете борцовские качества, вы станете профессионалом. Если вы в этот момент сливаетесь, как говорят, ну, толку не будет. Дальше снова вы взойдете на небольшую горку и снова сольетесь с нее. Вкатывание сизифового камня на гору – это труд. К нему нужно быть готовым. Ну, если вы, конечно, хотите что-то достичь этой жизни. Дорогие друзья, еще один вопрос у нас из сообщества Андрея Владимировича. Я думаю, он вам будет интересен, потому что он как раз для чтецов, которые сейчас на конкурсе у нас отборочные туры проходят, будет полезен. Как быть, если было несколько неудачных выступлений, покраснение лица, сбивчивость мысли, и теперь страшно выступать перед аудиторией? Как это преодолеть? Есть просто обычное смущение, которое мы испытываем перед аудиторией, и это один вопрос. Есть вот то состояние, которое описано в вопросе, это так называемая социофобия, это страх публичных выступлений, это невротическое состояние, которое лечится с помощью психотерапии. У меня есть книжка, которая «Таблетка от страха» называется, вот это для социофобии. Если же говорить про общий настрой, который помогает справляться с публичными выступлениями, прежде всего, люди часто выходят и начинают думать про, чтобы не сбиться, чтобы пройти чётенько по тому, как он учил, и так далее. Это вам будет мешать во время, выступления, потому что вы будете сами себя контролировать и избиваться, и может возникнуть ощущение, что вы забыли текст или ещё что-то. Поэтому самое главное, когда вы выходите перед выступлением, вы должны чётко помнить, что вы хотите своим выступлением сказать. Если вы уже достаточно натренировали своё выступление и информацию, которую вы собираетесь излагать, то она придёт из вас сама на автоматизмах, а вы будете заняты тем, что установите полноценный контакт с аудиторией, с залом. Но держать в голове вы должны, зачем вы вышли, что конкретно вы, по сути, не конкретно, а по сути, что вы хотите донести. И тогда ваш мозг просто все автоматизмы необходимые запустит, и у вас будет прекрасное наступление. Второе, если у вас были какие-то неудачи, сделайте из этого важный вывод, вы не поумерли. Потому что иногда люди говорят, что на экзамен идут, кажется, что я умру там, я помру там, не дожду, и так далее. Значит, если у вас были провалы, вы знаете, что вы не умерли. Значит, ничего катастрофического не случится, даже если ваше выступление не будет идеальным. И многим помогает, потому что завышенные требования к себе, ожидание, что вы всегда будете лучше других, оно может тоже нас подводить. И очень важно, чтобы вы в этом момент как бы смотрели чуть дальше, представляли себе, что это все закончится, и никакой катастрофы не случится. Сейчас ваша задача просто сделать максимум от того, к чему вы готовы, на что вы сейчас способны, и так далее. И поэтому вот это ощущение того, что все не фатально, но надо постараться, вот это правильный настрой. Дорогие друзья, у кого еще остались вопросы, мы будем потихонечку двигаться к завершению. Давайте зададим еще несколько вопросов Андрея Владимировича. Особенность менталитета жителей России заключается в отрицании наличия психических проблем и нежелания обращаться к специалисту. Как вам удалось доказать, что обращение крачу – это нормально? Ну, в свое время, когда я занимался поляризацией психотерапии в стране, даже трудно рассказать вам, насколько это было нетипично. Вообще просто даже говорить про это, потому что советскую психиатрию тогда критиковали, что она репрессивная, что она, значит, диссидентов мучила, и что значит все психические болезни, это значит выдумка врачей и так далее. Это было вообще очень… в 90-е годы были очень в этом смысле сложные. Люди были воспитаны так, что нельзя выносить ссоры из избы, нельзя демонстрировать собственную слабость, нельзя… А болезнь воспринималась как слабость, как ущербность и так далее. И первые статьи, которые я опубликовал в газетах, я там писал врач-психотерапевт Андрей Курпантов. Меня просили убрать слово психотерапевт, потому что оно испугает читателей. Так что это был очень долгий путь. Когда я делал программу, в течение двух лет я готовил программу и её не выпускали. Тоже все считали, что это не будет востребовано. Казалось, что это будет странно. К этому моменту ещё в ток-шоу не принимали участие никакие психологи. Это сейчас, это само собой. Но мне кажется, что таким революционным событием стало это, когда я уговорил и у меня в программе принимали участие звёзды, которые рассказывали о своих психологических проблемах на большую аудиторию. И мы обнаруживали, что все люди сталкиваются с одними и теми же проблемами, неважно, звёзды они или обычные люди. И вот этот опыт, в тот момент звёзды ещё были такими небожителями, это сейчас они такие, как это сказать, паразитируют на своём аморальном образе жизни, и таким образом пытаются продемонстрировать собственную уникальность. Когда очень известные люди были готовы поделиться своими переживаниями и сложностями, в тот момент это был подвиг, а не нынешний, вот этот экспенсионизм психологический. и это дало многим людям понимание, что это нормально, когда у вас есть психологические проблемы и трудности, ненормально, когда вы их не осознаёте, не принимаете и не делаете ничего, чтобы выйти из этого состояния, потому что от этого страдаете вы сами, страдают люди вокруг вас, страдают ваши близкие. Ну вот эту мысль, мне кажется, я с помощью своей программы тогда смог донести в нашей стране. Я думаю, просто про книгу будешь ждать. Расскажите, пожалуйста, какая книга по вашему мнению была похожа на вас и почему? Это вы спрашиваете, с каким героем я себя идентифицирую? Любая книга, любая книга. Можно героя, можно книгу, можно про героя рассказать. Ну, моя любимая книга «Братья Карамазовы» Фёдора Михайловича Достоевского. Будем считать, что я себя с ней идентифицирую. Хорошо, давайте дальше. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Очень интересует вопрос, как современные знания о мозге меняют наше представление о человеке? Меняют на самом деле не очень радикально, потому что всё про человека мы знали ещё в начале XX века благодаря работам наших российских физиологов Ивана Петровича Павлова, Сеченова, Ухтамского и последующих Лурии и так далее, Анохина. Современные исследования в значительной степени проясняют, уточняют, доказывают какие-то гипотезы, которые были высказаны. Проблема состоит не в том, что мы что-то не знали про человека, а сейчас узнали. Проблема в том, что люди не хотят знать про себя, потому что это не самая лицеприятная штука, потому что когда вы узнаёте, что вы от природы склонны к ленности, к зависимостям, ко всяким разным бессмысленным занятиям и так далее, это не самая приятная вещь. Стать человеком это очень сложно, это множество вызовов, через которые надо пройти. Стать личностью вот в таком духовном смысле это очень большая работа. И к сожалению, немногие люди её способны достойно пройти. Но это мы знали уже сто лет знаем как. Современные знания просто показывают это визуально, детально и так далее. В целом сказать, чтобы мы открыли прямо Америку, нет, открыли Америку учёные, которые были воспитаны великим академическим образованием и уважением к другим исследователям. Поэтому … Спасибо. Дорогие друзья. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Есть у нас ещё вопросы? Остались какие-нибудь? Кто не успел задать? Подходи сюда, прям, чтобы тебя было видно. Ты как раз задашь свой вопрос, потому что не в камере не попадаешь. Мы сейчас умерли последний вопрос. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я хотел задать следующий вопрос. У вас большой опыт, вы много знаете и умеете. И в связи с этим легко ли вы можете считать что-нибудь с человека или вам нужно переключить своё сознание на определённую работу? Считать что именно с человека? Вообще определить в каком настроении человек более глубоко, чем мы это можем как обыватели представить? Во-первых, есть у нас нейрофизиологические основания для того, чтобы хорошо или плохо считываем других людей. Если очень примитивно говорить, у вас есть так называемые зеркальные нейроны, которые были открыты профессором Резалатти в 90-х годах, которые помогают нам на интуитивном уровне считывать эмоциональные состояния других людей и их мотивы. То есть у нас прямо есть встроенная система распознавания. Второе, это, конечно, опыт, который вы получаете от общения. Чем больше вы общаетесь с другими людьми, чем более разнообразны эти ситуации, тем у вас больше навыков и знаний для того, чтобы понимать это. В-третьих, нужно всегда учитывать то, что в физиологии называется обстановочная афферентация. То есть какие факторы воздействуют на человека, что он ощущает себя так или иначе. Вот вы когда отключили камеру, вы там показывали языки, говорили всякие глупости, смеялись. Сейчас вы сидите такие все культурные, приличные и так далее под взорами других людей. Разные обстоятельства, человек ведет себя по-разному и нужно понимать в каких обстоятельствах он себя видит. Но то, что касается психотерапевта, наша важная задача это научиться реконструировать то, как, где возникают ошибки в мировосприятии человека, за счет чего у него из-за каких внутренних сил происходят вот эти ошибки, когда возникают панические атаки, когда возникают какие-то фобии, когда возникают какие-то депрессивные состояния. Для этого нужно хорошо знать то, как психика устроена и иметь большой опыт работы с пациентами. Тогда ты сможешь и это тоже понять. А просто так считывать эмоциональное состояние я не думаю, что это не хватает зеркальных нейронов считать ваше настроение. Кто-то уже зевает, с трудом одевает очки, снимает. Я за всеми слежу очень внимательны. Наши ребята, у них весь день идут занятия, они проходят отборочные туры прям нон-стопом, поэтому, конечно же, это требует больших сил. Дорогие друзья, есть еще вопросы? Я очень ценю ваш творческий подвиг выслушивать занудного лектора, который говорит о том, что придется много работать. Выбирали вас сами, поэтому мы очень рады, что вы к нам пришли, и это для нас большая честь, и мы рады очень этому. Спасибо вам большое. Ребята, последний какой-нибудь? Кто-то еще хотел задать вопрос? Поднимали руки, я видела, и не задала. Нет? Все? Хорошо. Тогда мы поблагодарим Андрея Владимировича за эту беседу. Наши зрители тоже кто-то писал уже. Спасибо за неоценимый вклад, очень интересно было. И может быть какое-то пожелание у вас будет именно для участников конкурса «Живая классика», который является чтецами для наших ребят, какое-нибудь пожелание в завершении? У меня есть две рекомендации. Можете прислушиваться, можете нет, но я считаю, что сейчас самое важное, что я могу вам сказать. Прежде всего, активно осваивайте новые технологии для того, чтобы понимать, как они работают, что это такое, потому что это будет в значительной части ключевым фактором, определяющим вашу будущую жизнь. какими бы ни были гуманитариями и кем угодно, как бы вы про себя не думали, очень важно сейчас о своей технологии. И второе, человечество, самое я вам так скажу, было проведено исследование, 38 тысяч человек исследовалось на разных континентах и так далее, и хотели выяснить, какой партнер для другого человека будет предпочтительным, какие качества идеального партнера. и эти два качества не красота, не богатство, не что, ум и доброта. Это два универсальных качества, которые делают нас ценными для других людей. И, собственно говоря, человечность, она состоит в этих двух качествах способности мыслить, и способности строить социальные отношения глубокие, искренние, доверительные и так далее. Поэтому пока у вас ещё мозг находится в стадии активного развития, он называется до 25 лет, тренируйте в себе ум и доброту. И я думаю, что всё будет хорошо у вас. Спасибо. Владимирович, давайте похвалу. Спасибо большое. Спасибо, Адон Леон. Благодарим вас за эту беседу, дорогие наши зрители. Мы вас тоже благодарим. Спасибо вам, что вы писали нам вопросы в чат. Запись нашей встречи останется в группе «Живой классики» в ВКонтакте, и мы с вами увидимся в следующий раз. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо. Счастливо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...